Елизавета Соболянская, Алина Углицкая, школа в наследство для попаданки. Книга первая. Замуж по завещанию. Анотация. Попасть в другой мир? Легко. Получить в наследство школу для благородных девиц? Проще некуда. Особенно если ты прирожденный завуч и полна желания сделать вселенную лучше. Но наследство досталось секретом. Роль наследницы тяжела, а под ногами крутятся подозрительные мужчины, у которых на уме только одно. И это вовсе не честь попаданки. Но Юлии Джулианне храбрости не занимать. Она и дракона на скаку остановит, и школу из пепла поднимет, и начальника тайной полиции скрутит, не теряя достоинства. Глава первая. Кто-то стучал. Громко, настойчиво, нетерпеливо. Стук эхом отозвался в гудящей голове сонной девушки. «Сейчас, сейчас, иду», пробормотала Юля, открывая глаза. Вокруг царил сумрак. Только метрах в пяти горел тусклый фонарь, освещая тяжелую дверь. Стук шел именно с той стороны. Не сразу, но Юля ощутила, что лежит на чем-то твердым и неудобном. А еще адскую боль в затылке. Она коснулась больного места. Пальцы нащупали здоровую шишку. Девушка медленно поднялась, огляделась, удивляясь, что проснулась на полу. Когда это она успела упасть с кровати? И где кровать? Вместо собственной спальни Юля обнаружила себя сидящей на паркете в незнакомом помещении. Таком большом, что его стены тонули во мраке. А вместо любимой пижамы на ней было непонятное платье. Темное, длинное и неудобное. С корсетом, не дающим вдохнуть полной грудью, и ворохом юбок. Но больше всего в этот момент ее удивила лестница, у подножия которой она очнулась. Широкие ступени укрывал красный ковер, а кованая балюстрада уходила наверх, в темноту. Сердце Юли сжалось от дурного предчувствия. «Что происходит?» Стук повторился. «Да иду я!» — нервозно воскликнула девушка. «Иду! Кому там не спится?» Она подошла к двери, края мысли отмечая, что видит эту дверь первый раз в жизни. «Да еще отлично видит, несмотря на отсутствие очков!» И отодвинула засов. За дверью обнаружился залитый солнцем двор, совершенно незнакомый и румяная, крутобокая девица, которую Юля тоже видела в первый раз. Девица красовалась в накрахмаленном белоснежном чипце, таком же переднике и длинном тускло-коричневом платье. «Доброе утро!» — машинально поздоровалась Юля. «Вы из новеньких? С Шекспира играть?» Это было единственное объяснение, которое пришло ей на ум. Только вчера на пиццовете обсуждали, что постановка Ромео и Джульетты может с треском провалиться. А все потому, что все старшеклассницы хотят непременно сыграть Джульетту, и нет ни одной желающей на роль ее кормилицы. Может, на ней само это дикое платье, потому что она сама решила играть кормилицу? «Госпожа, вот все, как вы приказали!» Девица широко улыбнулась обескураженной Юле и протянула корзину, полную свежих овощей. «Хотя я на вашем месте лучше бы пирог с мясом съела? Или окорока кусок? Поглядите на себя, скоро совсем прозрачная станете!» Тетушке уже месяц как нет, хватит по ней горевать. Юля в шоке уставилась на незнакомку. Еще никто не называл ее госпожой. И о какой тетушке речь идет? С маминой стороны или с папиной? «Ты уже в роль вошла?» Она окинула девицу изучающим взглядом. «Не припомню, чтобы в пьесе была такая сцена. А ты из какого класса?» Девице на вид было лет двадцать. Но современные дети быстро растут. Этой вполне может быть и шестнадцать, если оценивать возраст не по размеру груди, а по уровню интеллекта в глазах. Как завуч спортинтерната Юлия Петровна давно научилась определять этот самый уровень интеллекта у своих подопечных в первые пять минут разговора. Но эта девица ее не на шутку смутила. «Госпожа, не пойму я, о чем вы?» Незнакомка шмыгнула носом. «А почему вы в вчерашнем платье?» Юля перевела взгляд на себя и испуганно вскрикнула. Только сейчас до нее наконец-то дошло. Она стоит в странном помещении, в чужой одежде и совершенно не помнит, как это случилось. Ноги подкосились, в глазах потемнело, и Юле пришлось схватиться за дверной косяк, чтобы переждать приступ паники. Восстановив равновесие, она с трудом оторвалась от двери и первым делом ощупала себя. С удивлением отметила, что грудь стала меньше на размер, а талия существенно уже. Юля смогла обхватить ее пальцами обеих рук, чего не случалось лет с двадцати. Затем она подняла руку глазам, потрясла хрупкой полупрозрачной кистью, на которой не было ни малейших признаков турецкого загара или гель-лака, и схватилась за щеки. «Ой, мамочка!» — тихо вырвалась из нее. Недовольна ворча, незнакомка перешагнула через порог и бухнула корзину на мраморный столик. Затем захлопнула дверь. Помещение погрузилось в темноту, но не успела Юля испугаться, как на стенах вспыхнули тусклые огоньки. Через минуту они осветили огромный холл с колоннами, подпирающими расписной сводчатый потолок. «Вот так-то лучше», — заявила девица. «Нечего вам сидеть в темноте». «Я... я...» Юля начала заикаться. Не веря своим глазам, она еще раз огляделась. Ее окружала обстановка, достойная Эрмитажа или Версаля, но никак не среднестатистической школы-интерната на гособеспечении. Если только она сама вчера не уснула в музее эпохи барокко. Нервно сглотнув, девушка посмотрела на мраморную лестницу, возле которой очнулась. Оценила кованую решетку и перила из светлого дерева, шелковистого даже на вид. Затем потрогала шишку на затылке и обнаружила еще одну странность. Аккуратный боб превратился в увесистый шиньон на макушке. Юля лихорадочно ощупала голову. Сомнений не было. Она не только попала в чужой дом и вырядилась в чужую одежду, но еще загадочным образом похудела на несколько килограммов и избавилась от загара и отрастила длинные волосы. «И все это за ночь?» «Где я?» «Кто я?» «Кто вы?» – пробормотала она упавшим голосом. «Как это кто вы?» – девица уперла руки в бока. «Вы, леди Джулианна Гейбл, с утра точно были. Вот говорила я вам, пейте поменьше этих новомодных капель, которые ваш жених насоветовал». Мне знакомый аптекарь сказал, что они на память плохо влияют. Юля вспомнила, что очнулась у подножия лестницы. Неужели она упала? Тогда не мудрено, что память отшибла. Видимо, удар был очень сильным. «Я упала», – призналась она. Ударилась головой. «Ох, батюшки!» Девица всплеснула руками и полезла проверять. «Вас там огромная шишка, миледи! Как же вы так? Идемте скорее на кухню, надаю лед приложить». Она подхватила под руки в конец растерявшуюся Юлю и осторожно повела на кухню, в противоположную от лестницы сторону. Та шла покорно, растеряна, глядя по сторонам, и все пыталась понять, кто же она. Леди Джулианна, которая стукнулась головой и вообразила себя саблиной Юлией Петровной, завучем спортинтерната, или 27-летняя Юлия Петровна, которая спит и видит себя Джулианной. После недолгих размышлений Юля пришла к выводу, что быть благородной леди и владелицей роскошного особняка лучше, чем завучем в спортинтернате, и безропотно позволила странной незнакомке усадить себя в мягкое кресло. «Даже если это всего лишь сон, то неплохо бы им насладиться». Никто никогда так не хлопотал вокруг нее. Никто так не беспокоился за ее самочувствие и не охал над пустяковой ссадиной. Она склонила голову на руки и закрыла глаза, не мешая словоохотливой девице обрабатывать рану. Та, в отличие от Миледи, болтала без перерыва. Через минуту Юля уже знала, что зовут девицу Агнешка, ей 18, и служит она своей госпожей с девчоночьего возраста. «Вам 16 было, когда меня к вам приставили», — трещала она, прикладывая к затылку леди, замотанной в тряпицу кусок льда. «Вы тогда только начали на балы выезжать. Попенька прочил вам хорошего жениха». «Эх, жаль, что все так вышло с тем господином». «Каким господином?» — машинально откликнулась Юля. «Ох, батюшки, так вы и мистера Лойда забыли?» Агнешка всплеснула руками. Юля уставилась на нее непонимающим взглядом. «А кто это?» «Жених ваш первый». «Первый? А есть и второй?» «Ну, конечно. Мистер Лойд умер от кори, не дожив до вашей свадьбы два дня». «Ох, вы так убивались за ним, так убивались».